Всем доброе утро! Сегодня пятница, 4 апреля, мая, 4 мая, и я еду спонтанно в Москву, как всегда, я купила билеты пару дней назад на день рождения к Ираклию, он об этом не знает, но я надеюсь, и еще я ему сегодня напишу сообщение о том, что Ираклий, извини, у меня сегодня не получится приехать. Ираклий пишет спасибо, и он не знает, что я в соседней квартире, в соседней комнате. Будем писать вот на этом шарике нашим с днём рождения. Кстати, я вас не представила, это ник, это брат Ираклия, и он согласился мне организовать все это помочь. Во-первых, в Москве очень чисто, ну, по крайней мере, в центре, а во-вторых, я иду сейчас в Лотоплаза, и еще в Москве очень тепло, типа я иду. Однажды Кирилл меня привел в Даплпи здесь, в Лотоплаза, и я влюбилась. Вау, это же рай, это же рай. Только главное, чтобы, знаете, они все спелые здесь были. Здесь много протеиновых батончиков, например, я начинаю читать их состав или дарь, я думаю, господи, какие здесь они ужасные. Потому что, ну, вот я читаю, и знаете, там на первом месте стоит сахар, и я думаю, классный протеиновый батончик, просто супер. Потому что, опять же, я все сравниваю с Кипром, потому что я приехала недавно относительно, и там они натуральные. Ну, кстати, не так плохо. Мы едем домой Кириллу переодеваться и ехать на день рождения к Ракулем. Я без мудрого зуба. Кирилла только что удалили зуб мудрости. Утром я написала сообщение Ракли о том, что я, к сожалению, не смогу приехать, и через час я сидела у него уже на кухне, это был такой небольшой пранк, и Ракли собирает такую большую тусовку сегодня, и там будут все ребята, все друзья. У меня, правда, на учебе сейчас нет завала, потому что я сделала программу наперед за эти дни, но десятого у меня зачет по немецкому из девяти топиков, и я не знаю, когда их учить. Шестнадцатого сочинение переводное в одиннадцатый класс, восемнадцатого огромный тоже зачет по геометрии. Еще мне нужно доздать 25 предложений по немецкому, но доздать их нужно до конца мая сделать. Вот так вот, ну как бы да, у меня зачет, а я в Москве. Всем привет, всем привет. Надеюсь, будем слышать нормальную музыку. Субтитры сделал DimaTorzok и фоточки. Всем привет, сегодня наше новое видео, наш первый поцелуй. Вау, какой кликбейт, потому что она этого не сделает. А я не против. Кто она может рассказать историю, знаете какую, которая есть в моем видео. Так что тут будет подсказка. А, какой, типа с чебучобсом? У нас даже слов, потому что Ирак Бриндаш. И уже Мегабриндаш. Эй, 22. Прошел час. И действительно очень большая. Потому что уже Рак и не малыш. И давно домой не спишь. С с днем рождения. С днем рождения. И с днем рождения. И с самых близких друзей. Поздравляем. Вы враг лиц, 22 года. Подняли нашу макару. Я в Рак и Тим Звя. И теперь тост от. 3.34. Ничего особенного. Мы просто сидим под дождем. Простая, пошел небольшой дождик. Пошел небольшой дождик. Привет, Лиза. Ты готовишься к экзамену по немецкому? Надеюсь, да. Привет, Лиза. Мы вчера уснули в 6 утра. В 6.30. Я вообще не пожалела, что спонтанно приехала в Москву. И здесь очень хорошая погода. Идем завтракать. Сейчас... Петель Лизу из Кипра. Она там перегрелась немножко. Чуть-чуть. У меня Лиза вдохновила Кипром. И мне тоже теперь захотелось туда ехать. Илья идет с сумкой. И говорит... А тут куча ментов. Митинги. Там бомба. А у меня бомба. Знаешь, какая? Какая? Для ванн. У меня бомба из Лаш. Ну вот и закончился мой такой небольшой спонтанный трик в Москву. Совершайте спонтанные поступки. Выходите. Расширяйте рамки комфорта. Это приносит неимоверное удовольствие, радость. А я побежала, потому что я уже опаздываю.